Дорога Центра 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 идет вещание, мы вещаемся, поэтому слава Господу, хочу поблагодарить вас за вашу активность, за вашу щедрость, и мы собираем на камеру, если вы знаете, что мы собираем на камеру уже, наверное, сколько, я уже не знаю, сколько дней мы собираем на камеру, и мы ждем, ну, от Господа ответ, и ждем, мы хотим, чтобы у нас вот здесь центральная камера была, новая камера, нам не хватает одной камеры, и пожалуйста, если у вас есть ревность, желание, желание поддержать, участвовать, я буду очень благодарен, мы уже собрали 2227 долларов на камеру, я хочу выразить вам огромнейшая, огромнейшая благодарность, если вы зайдете на наш сайт gofundme.com.org, сейчас на экране вы видели этот сайт, то вы сможете там сделать ваше участие, очень благодарен каждому из вас, 41 человек поддержали нас и участвуют, если вы не знаете, зачем мы собираем, вы еще раз пройдите на этот сайт, еще раз, пожалуйста, вы видите на экран gofundme.com.org, вот так звучит наш сайт, и я вижу, что кто-то анонимно пожертвовал 7 долларов, Жанна 25 долларов, Кирих, Таня, Килл, не знаю, это Татьяна какая-то, Наташа из Сиэтла 150 долларов, Наташа, спасибо большое, пусть Бог благословит тебя, Дженета 20, Стефан 50, Луиза 40 долларов, Андрея 50, Татьяна 150, Ирина Валтерс 135, ну там все описания ваши пожертвования описаны, я хочу поблагодарить вас, огромное спасибо за вашу щедрость, за ваше желание поддержать Божье дело, мы хотим эту камеру поставить здесь, чтобы у нас интервью можно было брать, чтобы я мог приглашать больше гостей в мою студию, поэтому пусть Бог благословит вас, благодарю вас за ваше участие, за вашу щедрость, благословение вам во имя Иисуса Христа. Дорогие мои, у нас скоро Пасха, и мы все радуемся, ровно через 7 дней будет Пасха западного стиля, и потом будет западно-восточного стиля Пасха. Мы все радуемся и благодарим Господом, и благословляем Его святое имя, мы поклоняемся Царю Царей, мы величаем Иисуса Христа, мы говорим Господу хвалу, мы говорим Господу благодарение, мы говорим Господу поклонение, мы хвалим Иисуса Христа, Он умер и Он воскрес. И в этот пасхальный день у нас будет особенное собрание, в Алма-Ате мы приносим жертву хвалы, благодарения, это в течение, наверное, 20 лет мы уже делаем это, 20 лет на Пасху мы приносим специальное приношение, пасхальное семя. Если у вас есть желание, пожалуйста, основываясь на Слове Божьем, мы хотим вас благодарить Господа и сказать Ему слова благодарения и принести свою особенную жертву. Ваше участие будет очень-очень принято с радостью, благодарим вас за вашу щедрость, за ваше благословение, благодарим вас за то, что вы участвуете. Дорогие мои, мы ценим вас, благословляем вас и мы хотим, чтобы вы переживали Божье присутствие, поэтому каждый день мы здесь находимся, каждый день мы молимся, каждый день мы славим Господа, каждый день мы ищем лица Господня. Если вы сейчас смотрите меня через интернет, напишите что-нибудь, я буду читать через буквально несколько минут, ваши вопросы, ваши сообщения. Мы заканчиваем сегодня тему успешной, эффективной христианской жизни, очень много граней затронутом, и я думаю, что мы будем подходить, может быть, сегодня и во вторник мы завершим эту тему. А сейчас давайте помолимся и прославим Господа. Господь велик и достоин чести. Господь, я благодарю, благословляю Твое имя, я поклоняюсь Тебе, Ты велик, Царь славы, хвала Тебе, Иисус, хвала Тебе, Царь наш, Бог наш, хвала Тебе, Победитель, Иисус, слава, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Eles, Победитель, recomendатель. Господь, слава Тебе, я благословляю Тебе, Господь за то, что Ты с нами, благодарю Тебя за водительство, благодарю Тебя за милость, благодарю Тебя за защиту, благодарю Тебя за благословение. Хвала Тебе Иисус, хвала Тебе Царь Наш, хвала Тебе Господин Наш Аллилуйя! Иисус, Ты достоин чести, Ты достоин хвалы, Ты достоин поклонения Ты достоин благодарения Иисус, слава, слава, слава Тебе Слава Тебе Господь Наш, слава Тебе Царь Наш, слава Тебе Победитель Аллилуйя! Господь, мы превозносим Тебя, мы превозносим, поклоняемся Тебе Мы величаем Тебя, Иисус, Ты достоин чести, Ты достоин благодарения Ты достоин поклонения. Слава тебе, Господь. Аминь. Я благословляю вас, дорогие мои. Аминь. Мир вам, мир вам, дорогие мои. Приветствую всех в прямом эфире. Если кто смотрит сейчас меня, кто смотрит не прямой эфир, в записи, тоже вас приветствую. И Бог да благословит вас. Присоединяйтесь к нашей общине Дом Веры. Мы будем очень рады, если вы станете частью нашей общины. Чтобы найти нашу общину, зайдите на домверы.ру. И мы здесь встречаемся каждый день в прямом эфире, кроме субботы и понедельника. Сейчас уже много людей присоединилось и пишут комментарии мне в прямом эфире. Я очень благодарен вам за все комментарии. Вот они появились. Алина из Каменчуга, приветствую. Родион, приветствую тебя, дорогой пастор Родион. Мир тебе. Виталий из Астаны, приветствую вас. Сумы, Украина, Сухова Ирина, привет, Сухова Ирина, приветствую. Слава из Казахстана, Виталий, приветствую вас. Так, Яна из Москвы, приветствую вас. Благословения вам, дорогие мои. Приветствую всех, кто сейчас вышли в эфир. Из Миннесоты, Светлана, мир тебе, дорогая. Я не хочу никого пропустить, поэтому Александра из Каменогорска, Роза и Лилия из Италии. Приветствую вас. Татьяна из Алма-Аты, Инесса из Бишкуля. Приветствую Яна. Приветствую вас. Антон Роза из Германии. Всех, кого успевать замечать, знаете, Светлана из Брянска. Мир вам, дорогая Светлана из Брянска. Вижу ваши сообщения. Пусть Бог благословит. Наталья из Кировограда, приветствую вас также. Элина Чижик и Нина Захаровна из Донецка. Пусть Бог благословит вас. Из Лондона, нашей струю. Дженета, приветствую вас. Всех, всех, всех. Катю приветствую. Александра приветствую. Вот всех, кто пишут, я всем говорю, мир вам. И из Актау Александр Кардаильский. Приветствую вас тоже, любовью господи. Смотрите, как много у нас сообщений идет. Люди пишут, благодарят, благословляют. Мир вам, дорогие мои. Мир всем вам. Люблю вас. И, конечно же, из Мизури, Наталья. Пусть Бог благословит вас, вашу большую семью из 10 человек. И ваших двух коров, чтобы они принесли большой урожай. Урожай молока. Пусть Бог благословит вас. Итак, дорогие мои. Сегодня мы продолжаем нашу тему. Успешная жизнь христианина. Давайте пройдемся по главным постулатам успеха во Христе. Успешная жизнь во Христе. Многие люди спрашивают, постоянно задают вопрос, как быть успешным во Христе. Это хороший вопрос. Как преуспеть? Как много сделать? Как успеть сделать многое за короткую жизнь? Как никогда? Вы знаете, чем дальше влез, тем больше я осознаю, что жизнь настолько коротка и настолько быстро пролетает. Настолько быстро она проходит, что иногда диву даюсь, как быстро летит жизнь. Как быстро жизнь, уже мне 45, как бы уже я перевалил за серединку. И я смотрю и думаю, о-о-о-о, вот это интересно. Вот это интересно, как быстро жизнь пошла. Конечно, я хочу делать многое, поэтому каждый день в эфире выхожу и каждый день проповедую. Хочу быть успешным во Христе Иисусе. Хочу быть успешным в Царстве Божьем. Хочу быть успешным в проповеди Евангелия. Хочу быть просто успешным во Христе Иисусе. Я думаю, что это доброе желание быть успешным во Христе Иисусе. Поэтому и вас ободряю, и сам себя вдохновляю. Давайте будем успешными. И первая фундаментальная истина успеха во Христе – это любить Господа. Всем сердцем, всем разумением, всем крепостью, все силы свои. Любить Бога всем своим естеством. Любить Бога. Это, наверное, самое важное, самое мощное, что может быть у нас в нашей христианской жизни. Любите Бога. Это самое, 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 что ни на есть супер большое решение. Это с чего начинается все. С этого начинается. Это первая заповедь – любить Бога. И потом вторая заповедь – любить ближнего своего. Не просто человека, а любить ближнего. Мы готовы любить тех, которые далеко. Вы знаете, когда вот кто-то далеко находится, ой, его легко любить. Его легко любить, с ним легко жить, с ним легко, с ним легко. Когда же человек находится прямо рядом с тобою, он постоянно достает тебя. То у него запахи не те, то у него слова не те, то он не то сказал, не то. И вот уже сил нет на него. И когда говоришь о нем, то его ненавидеть легче, чем любить. Говорят, от любви до ненависти один шаг. Поэтому в действительности оно так и есть. Вы знаете, недавно мне попалась одна надпись про детей. И она смешная, юмористическая, как дети делают из нас богов. То есть Бога делают. Бог спрашивает человека, как к тебе относятся дети. И этот человек говорит, как к Богу. Господь говорит, это как? Она говорит, меня почти не слушают, мои просьбы толком не выполняют. Порой делают вид, что меня не существует. Но если им что-то понадобится, тут же меня зовут. Вы знаете, вот многие так к Богу относятся. Его не слушают. Делают вид, что его нет. Что он ничего не видит, ничего не слушает. Просьбы Божьи не выполняют. А как что прижмет, сразу же бегут к Богу. Бог, я пришел, вот он я. Ой, какое счастье, что ты пришел. Вы знаете, вот это отношение, абсолютно неправильное отношение к Богу. Нельзя относиться к Богу, как будто его нет. И реагировать только на проблемы. Успешный христианин, это не тот, который приходит к Богу, когда ему плохо. Успешный христианин, это тот, который приходит к Богу всегда и особенно, когда хорошо. Приходить к Богу всегда, особенно, когда тебе хорошо. Приходить к Богу всегда, особенно, когда тебе хорошо. Не все люди понимают секрет этого действия. Приходить к Богу тогда, когда тебе хорошо. А что приходить? Мне же так хорошо. Это очень важный момент. Если вы хотите увидеть успешную жизнь, посылайте импульс. Я молюсь сильнее тогда, когда Господь отвечает на мои молитвы. Я молюсь и двигаюсь в Боге сильнее тогда, когда я вижу действующее слово в моей жизни. Когда я вижу, что слово Божие наполняет меня, открывается мне. Я молюсь больше, я двигаюсь в Боге больше, когда Он действует в моей жизни. Для многих людей является стимулирующим моментом, стимуляцией христианской жизни, знаете что? Проблема. Когда у них приходит проблема, они все, они начинают двигаться, молиться, они начинают сопротивляться. Когда приходят проблемы, когда проблем нету, они спокойные, они особо ничего не происходят. Ну класс, вот такая жизнь, нормально, да, вот у нас все нормально, у них все нормально. Но если, послушайте, но если вдруг в жизни происходят проблемы, вот тогда у них начинается молитвенная жизнь, пошла вверх, болезнь пришла, пошло все вверх, жизнь христианина стимулируется проблемами? Ответ нет. Это жизнь более-менее верующего, БМВ, более-менее верующая. Когда они против верующих? Вот БМВшники, для них проблема это стимулирующий рычаг их молитвенной духовной жизни. Для нас же, успешных христиан, стимулирующим рычагом не является проблема, стимулирующим рычагом является не проблема, а наша жизнь. Мы рады, что получаем от Бога ответы, мы рады, что мы движемся в Боге, мы рады, что мы стоим на Слове Божьем, мы живем с Богом, мы общаемся с Богом. Для нас это главный стимулирующий момент. Итак, мы делаем обзор успешной жизни, если кто только что подсоединился к нам, к эфиру, мы делаем обзор успешной жизни христианина. Первое, основываем все на отношении с Богом. Второе, мы любим ближнего. Третье, мы прибегаем к Богу всегда. Мы прибегаем к Богу всегда, в любой момент жизни. Мы прибегаем к Богу не только тогда, когда плохо, а когда хорошо. Так как о вас воля Божия, непрестанно молитесь, за все благодарите и всегда радуйтесь. Об этом написано в Священном Писании. Всегда радуйтесь, за все благодарите и непрестанно молитесь. Это состояние успешного христианина. Радость, молитва и благодарность. У большинства людей уныние, ропот и недовольство. Большинство верующих, почему-то они создают образ не радостных, не благодарных. Создают образ таких людей, которые унылые, которых нету, как будто бы живущих во тьме. Не надо жить в этом. Писание говорит о нас воля Божия. Всегда радуйтесь, всегда радоваться, всегда радоваться. Какая бы ситуация ни была, всегда радуйтесь. За все благодарить и не переставая молиться. Это комбинация успешного христианина. Заходишь в некоторые церкви и там как уныние царствует. Что случилось? Мы Господу пришли. А что Бог умер или что вы такие унылые? Нет, Он не любит, когда люди смеются. И Богу нравится, когда люди радуются. Богу нравится. Почему нравится? Иисус Христос сказал, радуйтесь и веселитесь. Радуйтесь и веселитесь. Это Он сказал в Нагорной проповеди. Иисус сказал это в Нагорной проповеди. Радуйтесь и веселитесь. Я одному баптисту это прочитал, Он сказал, этого нет в Библии. Я говорю, как нету? Он говорит, я верующий. Иисус никогда не говорил веселиться. Я говорю, кто тебе сказал? Он говорит, ну я Библию всю жизнь читаю. Иисус никогда не говорил радуйтесь и веселитесь. Я говорю, ты что, совсем что ли? Ну, давайте откроем. И я взял вот так Библию вместе с Ним. Открыл. Открыл вместе с Ним вот так. Знаете, вот этот момент откровения. Когда человек всю жизнь читает Библию. И вдруг он открывает ее для себя. И видит что-то впервые. Я открываю. Он говорит, да нету этого, можешь не искать, я знаю. Иисус говорил, радуйте. Но он не сказал веселиться. Я говорю, ну хорошо, хорошо, давай открываем. Откроем Матфея 5 главу. Он открыл вместе со мной Матфея 5 главу, Нагорная проповедь. Иисус сказал блаженный плачущий. Я говорю, так, и что это значит? Это что значит, надо плакать? Он говорит, но он же сказал благословенный плачущий. Я говорю, серьезно? Ну давай посмотрим, что Иисус сказал. Четвертый стих, пятой главы Матфея, Евангелие от Матфея, пятая глава, четвертый стих, блаженны плачущие. Я говорю, там точка стоит или воскресенный знак? Он говорит, нет, запятая. Я говорю, а что дальше написано? Ибо они что? Утешатся, успокоятся. Блаженны плачущие, не потому что они будут плакать, но блаженны, ибо они перестанут плакать. Вы знаете, в этот момент он так завис. Смотрит Библию, я говорю, там же не написано блаженны плачущие точка, нет. Блаженны плачущие по причине того, что они успокоятся. Узбогойся. Узбогойся, я тебе говорю. Блаженны плачущие, ибо они успокоятся. И дальше считаем, и дошли до стиха 12. Дошли до 12 стиха. Я говорю, ну смотри, что здесь. Радуйтесь и... Что там написано? Что вот здесь написано? Радуйтесь и... Вот это слово. Он смотрит на меня. Знаете, вот зависание. Он говорит, я никогда не видел этого слова. Я говорю, как вот? Ладно, хорошо, радоваться можно вот так. Хорошо, ладно, ты вот так радуешься. А веселиться как? Он стал читать. Ну сейчас дай пойму, что здесь Иисус сказал. Я говорю, стой. Разве тебе не хватает? Ибо велика ваша награда на небесах. У тебя есть награда на небесах? Я спросил этого баптиста. Он говорит, есть. Я говорю, тогда Иисус говорит тебе, радуйтесь и... веселитесь. Аллилуйя. Иисус Господь. Он включает и говорит, радуйтесь и веселитесь. Потому что у вас есть награда на небесах. Если у тебя есть награда на небесах, так чего ж ты унылое лицо надел, маску свою унылую, недовольную рожу, сними. Включай радость, у тебя награда на небесах. Как ты будешь сиять, если ты вдруг узнаешь, что ты выиграл в лотерею миллион долларов? Как ты будешь радоваться? Как ты будешь веселиться? Как ты будешь... Как ты будешь... Как ты будешь реагировать на жизнь? Как радость польется из тебя рекой? Если ты будешь успешен, если ты знаешь, что тебя ждет что-то благосостое, благословенное, тебя ждет повышение, тебя ждет... Аллилуйя! Веселиться это нельзя вот так. Что ты делаешь? Я веселюсь. Это глупое веселье. Так нужно не веселяться. Веселиться, значит, веселиться. И он так раз чешет затылок. Написано, что ваше веселье обратится... Это, говорю, не нам написано. Ваш смех обратится в слезы. Это не нам написано. Нам написано, радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда наша на небесах. Велика. Не просто... Ой, награда меня ждет. Велика награда на небесах. Так и гнали пророков, бывших прежде вас. Вот это условие. Включать. Всегда радоваться. За все благодарить. Непрестанно молиться. Это условие. Условие для успешного христианина. Дорогие мои, давайте включим в свои жизни. Включим в свои судьбе. Включим в себе. Включим отношения. Я хочу быть всегда радостным. Я включаю. Иисус ободряет нас веселиться, радоваться. Иисус ободряет нас жить полной жизнью. Благодарной жизнью. Сегодня многие люди неблагодарные. О благодарении я могу сказать вообще быть благодарным. Насколько ты благодарен. Насколько ты выражаешь благодарность. Многие люди неблагодарные. Вообще неблагодарные. Они считают, что все должно быть вот у них. Вот все. Недовольные. Такие неблагодарные. Я летел сейчас в Америке. Знаете, в самолетах интернет сделали. Сидит в самолете. Но на высоте огромной. Подключается к интернету. Рожа недовольна. Что-то интернет здесь не работает. И я сказал, ты. Ты летишь на высоте. Десять тысяч метров. Ты летишь не махая крыльями. В кресле сидишь. Ты сидишь в кресле. Летишь. Это чудо. И тебе еще интернет идет. И вдруг он чуть-чуть там не работает. И ты недовольный такой. Интернет не работает в самолете. Ты летишь за скоростью тысячи километров в час. Вот так летишь с огромной скоростью. И ты недоволен? Как можно быть недовольным в этой ситуации? Ты летишь. Это чудо. Ты сел в Азии. Примземлился в Европе. Ты вышел. И там другая страна. Другие люди. Это чудо. Раньше, чтобы люди из Азии и Европы выходила группа людей одна. А приходила уже другая группа. Совершенно другие люди. Там рождались. Умирали по пути. Вот так по дороге. То есть. Ты сейчас сел в самолет. И ты недоволен чем-то? У меня кресло не откидывается до конца. У меня кресло. Сидит кресло. Я хочу чуть больше. Стюардесса. Вы знаете. У меня был один раз случай. Мне повезло. И из-за того, что я часто летаю. Компании мне делают часто бесплатный подъем в классе. Апгрейд. И я. Мне сделали до бизнес-класса апгрейд. Но я так обрадовался. О, классно. И я сел в самолет. Думаю. В бизнес-классе. Сижу. Ну, бесплатно. Когда тебе что-то дают. Я радуюсь. Вообще сияю. Подходит какая-то там тетенька. Садится рядом со мной. Большое кресло. Хорошее, удобное кресло. Садится. И там начинают обслуживать. Знаете, в бизнес-классе еда такая от шеф-повара. Там какие-то вот ты меню приносит. Ты смотришь так. Так. Сегодня рыба, курица или говядина. И ты там рассуждаешь, что ты хочешь. А вот это. Вот это. И ты вот это или вот это хочешь. Я, конечно, все хочу. Но нужно что-то одно выбрать. И я так думаю. Рыба. Вот это. И помню, как это тетя заказала. И потом столик вытащили. Вот так. И он чуть-чуть согнулся. Чуть-чуть согнутый. Вы знаете. И вот она там такое устроила. Я кушать не буду. У меня столик. Меня пересадите. У меня что-то не то. У меня сломано. А весь бизнес-класс был занят. Да. И у меня это. У меня то. Ей говорят. Ну, в эконом-классе есть не сломанное кресло. Она как вы можете. У меня тут столик. Там столик. Вот чуть-чуть. Вот он. Знаете, он должен прямо. Он вот чуть-чуть согнутый. Ну, вот это. Я не буду кушать. Смотрел на нее. Ты летишь под космосом. Как ты такая неблагодарная. Ты летишь. Ты чудо. Ты летишь. И тебе не нужно махать крыльями. Эта стюардесса вокруг нее плясала, плясала. Положила какие-то полотенца на ее ноги, чтобы вот столик выпрямить. Все. И она так. Вот с таким вот этим гонором. Таким. Я подумал. Ужас. Да мне, если даже столика не было. На руки дайте. Мне 10 часов лететь. А готов есть. Аллилуйя. Будь благодарным. Это один из составляющих секретов успешной христианской жизни. Вы знаете, еще один из секретов успешных. Мы говорили с вами о законе зеркала. Что ты отражаешь, что ты получаешь. Я сейчас сделаю обзор вообще всех секретов. Благословлять. Чтобы наследовать благословение. Так, как написано в Священном Писании. Благословляйте, чтобы наследовать благословение. Если вы благословляете то, что ты излучаешь, то, что мы хотим получить, то мы должны давать другим. Что человек хочет иметь, то он и излучает. Если ты хочешь иметь радость, излучай радость. Если ты хочешь, чтобы тебя помнили, помни других. Если ты хочешь, чтобы тебя понимали, помните закон зеркала. Потрясающий закон зеркала. я просто сформулировал закон зеркала, ты видишь вокруг себя отражение, если тебе не нравится окружающая жизнь, значит ты посылаешь неправильный импульс потому что все, что ты видишь ты видишь, недовольные рожи видишь, это потому что ты недовольный и вокруг только отражение начинай улыбаться и тебе будут улыбаться знаете, проверьте вот этот момент я еду за рулем на встречу кто-то едет, незнакомый и на перекрестке остановились и я смотрю на него и вот так, эй и знаете, у него автоматически вот так он даже не думает, почему он мне машет но он мне машет рукую вот это как бы срабатывает закон зеркала посмотри вокруг увидеть одного человека на улице, незнакомца улыбайся и скажи, привет и знаете, что он сделает он протянет тебе, привет вот, это срабатывает сто процентов всегда, закон зеркала срабатывает всегда если ты приходишь и запускаешь радость ты видишь обратную радость если ты запускаешь уныние, ты видишь уныние итак, благословляйте, чтобы наследовать благословение следующее необходимо сеять жертвовать, учиться жертвовать необходимо вкладывать щедрость всегда вознаграждается в священном писании мы с вами читали иной сыплет щедро вот этот принцип и ему тоже сыплется щедро другой бережливый однако же беднеет вообще в священном писании очень много про это сказано о щедрости сказано о десятинах, вы знаете, что последняя книга Малахии мы не говорили давно уже про это но я прочитаю последняя книга Библии Малахии прямо перед Новым Заветом вот смотрите вот у меня здесь так Новый Завет вот уже включите эту камеру, пожалуйста вот она Новый Завет вам видно здесь? вот написано Новый Завет и вот здесь вот так перелистываю страницу уже все вот смотрите вот эти последний пророк вот здесь говорит вот здесь последний пророк Старого Завета он уже пророчествовал всему Старому все умерли люди в Старом Завете вот здесь Адам, Ева, Ной, Моисей Авраам пророки Давид все-все-все уже все померли уже никого не осталось и вот он последний пророк Старого Завета перед наступлением Нового Завета он говорит Аллилуйя Может ли человек обворовать Бога? Малахия 3 глава с 8 стиха. Малахия 3 глава, это последняя глава Старого Завета, предпоследняя глава Старого Завета. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Такой вопрос риторический. А вы обкрадываете меня? Тебе напряглись. Скажете, чем мы обкрадываем тебя, Господи? Отвечаю, десятиною и приношениями. Сейчас посмотрите, вот у меня вот это Старый Завет. Он говорит уже не тем людям, кто умерли. Пророк пророчествует тем людям, которые придут нам. Посмотрите, это последний пророк, когда мне кто-то говорит, это Старый Завет. Да-да-да, но Старый Завет уже кончился. Вот он прошел, все. Наступает Новый Завет. Последний пророк Нового Завета. Чем мы обкрадываем? Десятинными приношениями. Как можно грабануть Бога? Десятинными приношениями. Проклятием, девятый стих. Проклятием вы прокляты. Вот жесткие слова. Я не хочу. Потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. И десятый стих он предлагает. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою для вас отверстий небесных, не залью ли на вас. Благословения до избытка. Аллилуйя. Да я запрещу для вас пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов. Аллилуйя. Не лишится плодов своих, говорит Господь Савов. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной, говорит Господь Савов. Щедрость. Иной сыплет щедро, сказано в Писании. Однако же, иной сыплет щедро, ему прибавляется. Другой, бережливый, однако же беднеет. Сыплет щедро и беднеть. Иной сыплет щедро, другой беднеет. Экономный, экономист такой, такой экономист, такой классный. Так все, но у него денег никогда нет. Никогда нет. А человек, который жертвенный, щедрый, у него всегда есть. Вот если будут деньги, тогда я буду щедрым. Не, 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 так не будешь. Ты будешь жматом был, жматом и останешься. Если ты щедрый, у тебя будут. Если ты скупой, у тебя не будут. Закон зеркала. Пускай хлеб твой по водам ногим. Да я не могу не пройти, это же потрясающие слова. Вообще, когда мы говорим про Священное Писание, здесь принципы заложены, тайны заложены, заложены тайны, фактически тайны для каждого человека, тайны жизни, тайны христианства, тайны отношений. Откройте Экклесиаста, в Старом Завете, сразу же после притч, буквально перед псалмами, после притч, отпускай хлеб, одиннадцатая глава. Здесь принцип закладывается, философия, Экклесиаст, одиннадцатая глава. Отпускай хлеб твой с первого стиха по водам многим, по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Запускай хлеб твой, я готов, запусти чужой хлеб, не-не, свой запускай хлеб твой, по водам многим, по прошествии времени найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда, и дальше он рассуждает, когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет, смотрите, он закладывает принцип, когда облака наполняются, они проливают дождь. Фактически, когда он говорит, запускай хлеб твой по водам многим, это значит, запускай, запускай. Как облака наполняются водою, и когда они наполнятся, тогда прольется дождь. Не нужно сидеть и ждать, ну, если дождь прольется, тогда я буду запускать хлеб. Нет-нет-нет, запускай хлеб, облака наполнятся, но у многих людей есть направление, если упадет дерево на юг или север, то там оно и останется, куда упадет. Облака-то наполняются, но ты как бревно упала вот в одном направлении, как бревно лежишь, не сдвигаешься ни вправо, ни влево. Это наше убеждение, наша реальность, то, как мы реагируем на окружающую жизнь. Если вы как бревно упали на юг, то вы так и лежите. Когда мы говорим, послушайте, когда мы говорим об отношении, когда облака наполнятся, они прольют дождь. И если упадет дерево на юг, и на север, там останется. Дальше, четвертый стих. Кто наблюдает ветер, такой знаешь, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь, стаит туч. Кто гоняет ветер, тому не сеять. Вот я буду ждать, когда наступит хороший момент. Не надо ждать. Кто смотрит на облака, облака, кучерявые лошадки. Кто наблюдает облака, смотрит на облака, тому не жать. Хватит вылупивших глаза смотреть на пролетающие возможности. Вот если бы я в 90-х годах не ныл, а что-нибудь купил за 300 долларов квартиру, сегодня бы сдавал в аренду по 300 долларов в месяц. Да, но ты ныл, и ты возмущался. И когда квартиры выросли в цене, ты ныл, что они выросли в цене. Вот если бы я потом купил квартиру за 2000 долларов, когда она выросла, я бы сегодня бы сдавал ее в аренду. Но ты ныл в тот момент, потому что, говорю, вот цена выросла. Теперь ты опять ноешь. И вы знаете, многие люди ноют постоянно про эти... Вот если бы это вот и облака вот раньше были, если бы раньше... Ты пропустил возможности. Да, пропустил. Но не упусти сегодня. А что мы делаем сегодня? Наблюдаем за облаками. Аллилуйя. Наше время подходит к концу. Вы знаете, пятый стих. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в очередной беремене? Как не можешь знать дело Бога, который делает все? Ты не знаешь. И вот шестой стих. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сей семена. Когда меня спрашивают, Максим, а куда сеют семена? Вы знаете, хороший вопрос. Однажды к нам в церковь пришла женщина и сказала, пастор Максим, я принесла свою десятину. Я говорю, ты же в другой церкви. Она говорит, да-да-да, но я вам принесла. Я говорю, почему? Она говорит, ну наш пастор ничего не делает. Я говорю, как это ничего не делает? Он говорит, он только воскресенье проповедует. Ничего вообще не делает. То есть он всю неделю ждет, пока наступит воскресенье. Все, что происходит, у нас происходит воскресенье. Вы, говорит, с утра до ночи работайте. Проповедуйте, распространяйте. И говорит, вы знаете, я понимаю, что вы делаете Божье дело. Я хочу посеять в хорошую почву. Я говорю, а ваша церковь? Она говорит, ну там я всех знаю, я там привыкла. А сеять хочу вам. Вы знаете, дорогие, вот я когда увидел ее, и она продолжала сеять, и сеет, по-моему, до сегодняшнего дня. Когда я увидел это, я подумал, интересно, в действительности она права. Нужно сеять в ту почву, где что-то происходит, где что-то делают, где делаются дела Божьи, где не просто поборы устраивают на поддержку роскошного жизни пастора, где делается работа, где реально проводится служение. Не просто воскресное служение организовали, пастор проповедовал, собрал приношение дестины, и все, всю неделю ждет следующее воскресенье. Это неправильно. Наше призвание распространять Царство Божие. Великое поручение какое? Идите, научите все народы! Я бы сказал так, сей туда, где происходит обучение всех народов, где люди выполняют великое поручение, где делается великое поручение. И я благодарю Бога за всех людей, которые сеют десятины приношения в Дом Веры, в служение, в СНЛ, потому что моя задача войти в каждый дом, чтобы Иисус вошел в каждое сердце. Я хочу, чтобы Евангелие распространялось по всему лицу земли. Я хочу, чтобы люди обратились. И я делаю каждый день. Это большой труд. Каждое утро вставать в 7 утра и проповедовать. И я хочу сеять семена, я хочу распространять, и я сам жертвую сюда. Почему? По причине того, что мы делаем распространение Евангелия по всему лицу земли, обращая людей к вере во Христа. Помолимся за это. Я благодарю Бога за то, что Он дал возможность распространять Евангелие, проповедовать. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты с нами. Благодарю тебя за принципы успеха. И мы, Господь, сегодня выучили, что мы должны сеять и быть щедрыми. И я благословляю Твое имя. Прошу тебя, благослови каждого человека, кто смотрит. Пускай они будут щедры и богаты на всякое доброе дело. Во имя Иисуса Христа. Благословляю вас. У нас остаются последние минуты. И я благословляю вас, дорогие мои. Ценю вас, дорожу. Пусть Бог благословит вас. Вместе мы сила. Вместе мы распространяем Евангелие Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас обильно. Спасибо за вашу щедрость. Спасибо за ваше участие. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Вместе мы можем многое сделать. Идите и научите все народы, говорит Дмитрий Жданов. И я согласен с вами. Это слова Иисуса Христа. Давайте распространять Евангелие до краев земли. И здесь, в Доме Веры, мы это делаем буквально по всему миру. Люди из разных стран присоединяются и участвуют вместе с нами. Из Иркутска, из Украины. Будем распространять. Пусть Бог благословит вас. Благословляю во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!